здравствуйте друзья письмо зачитываю ну вопрос я живу в сша и пару дней назад стал серьезно искать работу оставил резюме на сайтах которые вы советовали и теперь получаю много писем и звонков от людей которые вызывают подозрения звонят люди из компании которые не связаны с найти и предлагают назначить интервью страховых медицинских учреждений и других детали работы не рассказывают говорят что не знают и все детали на интервью бывает что звонят из одной и той же компании но разные люди в интернете не могу найти никакой информации об этих людях и действительно ли они там работают некоторые предлагают уже конкретные деньги и дату начала работы как к этому относиться в подписях у них написано что они координаторы рекрутеры и так далее все выглядит уж слишком легко и просто это это то как система работает или это какой-то развод да ну давайте мы обсудим тема хорошая тема интересная значит я давно замечал точнем может быть вот эту я давно замечал что люди которые первый раз вроде бы даже работу ищут то есть казалось бы ну откуда ему знать то вот если он первый раз а у него уже в голове целая модель сложилась как это должно происходить причем модель это может иметь как довольно такое отвлеченное сходство с реальностью так и невероятно отвлеченное сходство с реальностью то есть история такая знаете вот как там на пианино играешь не знаю не пробовал по делу чек хотя бы говорит не знаю он не пробовал а тут тут его нет ощущения что он умеет этим а тут ощущение что он не пробовал он знает что не пробовал но ощущение что умеет и что знает и что как бы ну понятно же что система разумная с его точки зрения должна была бы действовать вот так она так не действует и в этом я хочу сказать в этом существует невероятная мощная возможность обойти на повороте вот этих всех которые не понимают и думают что понимают а на самом деле вот и все у них проблемы и там проблемы и здесь проблемы обойти всех на повороте как понять как работает и соответствует тому как работает как только вместо того чтобы говорить система неправильная люди подозрительные там еще что-то значит как только человек говорит ага начнется такая система как мы в ней оптимизируем свое поведение с точки зрения результата на выходе все и вы герой и вы ну все ну просто все ваш вы уже мастер этой системы вы не раб и и вы не подмастерья какой-то который ходит и все они все что не сделает все в кайфе в кость а вы мастер ну практика тоже немножко нужно конечно во всех компонентах то есть компонент чтобы тебя заметили вот давайте его заметили ему пишут люди которые не нравятся но вы уже на самом деле проскочили одну серьезную потенциальную проблему которая встречает очень много народа но очень вы себе даже представить и не может не можете как много народу влетает в проблему что им никто не звонит вообще не звонит не пишет не замечает это происходит по самым разным причинам они не нажали кнопочку которая делает его там профайл серч был хоть вот кнопочку он думал что он все сделал а его нет почему нет кнопочку не нажал он не те ключевые слова пишет или вообще никаких не пишет и так далее и так далее и так далее поэтому есть люди которым не звонят поэтому если вам звонят и звонят много это уже большое дело это не не просто так следующий момент состоит в общем вот представьте себе ну правильнее было бы на бумажечке нарисовать но вот так мы визуально вот вот я связист и как бы в чем связь до состоит вся идея в том что вот идет сигнал и надо как-то этот сигнал вот шумы убрать потому что в канале связи много шумов там трамвай проехал здесь самолет пролетел тут еще чё-нибудь произошло значит а и все это туда в канал поэтому канал надо вычистить шумы по возможности до фильтры вот стоят вычленить сигнал усилить его и вот все будет хорошо поэтому же цифровая цифровая связь она более надежно же 0 от единички гораздо легче отличить чем там вот аналоговый сигнал чуть-чуть тут чуть-чуть там так вот представьте себе что вы пришли куда-то со своим фильтром вот этим вы встали со своим фильтром и там сигнал и там шум и шум и шум и шум и шум и много шума и ваша задача шум и задавить а сигнал вычленить так и с ним работать то есть получать информативные звонки получать информативные там предложения по электронной почте разговаривать с теми у кого что то есть они с теми у кого что-то не значит шум давим сигнал выделяем вот понеслось значит проблема не в том что помимо сигнала есть шум шум это абсолютно необходимое свойство неизбежное свойство канала по которому идет информация шум должен там быть вопрос в общем есть ли там полезный сигнал если вы со своим фильтром пришли в такое место где сигнала нет пойти если вы допустим хотите познакомиться с интеллигентной девушкой вместо библиотеки где сигнал сильный пошли на ярославский вокзал там где вот все услуги там за трешку пойти это совершенно другая вероятность треть интеллигентно образованную девушку пойти там то там шум есть и сигнала нет поэтому что я хочу сказать сейчас температурку тут подрихтует у меня прохладно стал и поэтому вы должны понять если там полезный сигнал и много ли там этого полезного сигнала я как бы постоянно целыми днями занимаюсь диагностикой вот студент приходит или пишет или звонит я вот мы начинаю смотреть на на то как он там орудует в дайсе в данном случае да у меня лицензия дайсовской я там смотрю и вот сегодня как раз у нас онлайновый класс закончился но мы по понедельникам собираемся там на 23 минут посмотреть кто как ищет работу и там те кто ищет работу у них есть какой-то свой интерес и столько раз сколько вы собираемся столько раз я повторяю о том как нужно правильно кодировать пропал ключевыми словами я сегодня у смотрю чего это посмотрите мой профайл я смотрю и думаешь уж ты просишь смотреть если ты не сделал ничего но вот все что сказано сделать все все сделан неправильно но но проигнорирована просаботирована давайте это не то что человек говорит себе я специально пошел а все что там миша учит все про саботирование нет он думает что он ну а чего он там ну вот он не Не вникая, ну кто вникать, это же каждый может, зачем, вот он так сделал, и так должно работать, он себе придумал, что если делает это он, он, единственное, единственное, что делает его профайл уникальным, мощным, гарантированным, обреченным на успех, это то, что это он. Это другие должны изучать, разбираться, вникать, понимаете, что-то такое скрупулезно делать, чтобы оказаться выше других поисков, он, ну как бы он уже ему, ну что же, это же он, вот он взял и сделал, вот и вот это, поэтому, значит, это общие такие вещи, без понимания которых нельзя понимать частные, я специально издалека начал. Дальше мы говорим, значит, вот Job Market, Job Market такое место, где очень много игроков, и все эти игроки, с той стороны, я имею ввиду с рекрутерской, они играют в разные игры, я вам скажу, что люди, которые приходят типа работу поискать, с нашей как бы стороны, да вот, они тоже играют разные игры, одному срочно нужна любая работа, другой хочет получать вдвое больше денег, чем ему вообще кто-то может дать по его там, значит, знаниям, квалификации там и так далее. Третий хочет получить рабочую визу, но не говорит, что ему нужна рабочая виза, а косит подместного, чтобы, знаете, как сначала забеременеть, а потом ему деваться некуда, он женится, вот так он интервью пройдет, его полюбят и сделают ему эту рабочую визу и так далее. Масса людей, играющих в самые разные игры, от исключительно адекватных до бесконечно неадекватных и так далее. Соответственно, на рекрутерской стороне то же самое, есть абсолютно адекватные рекрутеры, есть абсолютно неадекватные рекрутеры. И если всерьез на это дело смотреть, резюме, которые доступны на Монстре, на Дайсе, на Карьер Билдере, там, на всех этих вот местах, куда вы свое резюме вывешиваете, 95% резюме, которые там есть, ну, я утрирую, может быть, не 95, 85, это резюме людей, которые вчера какие-нибудь курсы закончили, или книжку прочитали, или, может быть, City College, там, какой-нибудь проект он делал учебный, и дальше ему друзья советуют, напиши 5 лет, напиши 7 лет, напиши 10, там, не стесняйся, там, все. И вот это вот рынок. Те, кто реально без дураков, там, 5, 7, 10 лет проработал, если у них нет психических проблем каких-то, так они уже, они не дойдут до джоп-маркета, их по знакомым там растащат, расхватят и так далее. Ну, вот эти 15%, которые есть, адекватно. А остальные, это вот это, это начинающие. А люди ищут, рекрутеры ищут senior level, executive level, management level, там все деньги для них. И вот они приходят в это месиво людей, которые вообще ни ухом, ни рылом, они даже если учились где-то, то они учились вот там, crash course, где-нибудь там, в бедруме, на кухне, там, вот они, там, пацаны там собрались, там, тем, 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 и понеслись. И 7 лет экспириенса в резюме, и понеслись. Я вижу это, вот, я же не слепой тоже, я имею доступ к этому делу, я смотрю. Так вот, к чему я рассказываю. Я уже все эти бедрумы по названиям знаю, что они там пишут. Значит, на job-маркете есть, например, вот эти бедрумы, которые норовят студентов рекрутировать для себя. Вот они видят, что резюме там никакое, а даже 10 лет, это не важно, они вам пишут, или они вам звонят. И они говорят, вы знаете там, Маша, вот у вас, я вижу, 7 лет экспириенс, у вас очень впечатляющее резюме. Я что хочу вам сказать, давайте-ка, приходите к нам, поучитесь. Буквально там 3 штуки. Мы вас за, там, 3 недели, значит, крутанем. Вы узнаете, там, вот, об автоматическом тестировании. Мы посмотрим основы, там, питона, перла, руби и джавы. И это вам очень подойдет, там, и да, и вот что-нибудь такое, да. И дальше мы вас устроим. Мы вас устроим. У нас консалтинг-компания, мы вас сами тут же и устроим. И вот они, значит, обзванивают и обписывают, и так далее. И такие тоже есть. Я их знаю по названиям всех. Значит, дальше есть организации, которые не столько именно на работу хотят. Большинство людей, которые идут на маркет, они не ищут бизнес-оппортюнити. Они ищут работу, нормально, там, 40 часов в неделю ходить, зарабатывать. Но их там отлавливают те, кто предлагает бизнес-оппортюнити. Дело в том, что страховой агент, например, это же не наемный человек, это маленький предприниматель. У него есть свой офисочек, у него своя лицензия, он нанимает себе помощь какую-то и так далее. Вот я был страховым агентом, я вам рассказываю. Значит, я видел, как работает дистрикт-менеджер. Например, в Кремниевой долине только у компании Farmers. Дистриктов, наверное, полтора десятка. И в каждом дистрикте есть дистрикт-менеджер. Он не ограничен территориально ничем. Вот я могу быть вот здесь за углом дистрикт-менеджером, и у меня могут быть ребята из Сан-Франциско, если они хотят быть у меня. Поэтому они пишут всем подряд. Они пользуются всеми теми же сервисами. Это и DICE, и Monster, и CareerBuilder, и там, не знаю даже, что там еще бывает, Indeed. Всюду, где можно людей найти, они им пишут, и пишут, и пишут. Они платят большие деньги, между прочим. Для того, чтобы получить доступ такого уровня, вот я плачу 3000 там с лишним в год за самый минимальный лайсенс, который вот у меня. Потому что мне надо больше посмотреть результаты поисков, чем, например, посмотреть на какие-то резюме конкретные. Я могу посмотреть 100 резюме в месяц. Но мне хватает вот выше крыши, что я только своими студентами занимаюсь. Вот, и неограниченный поиск. А если вы хотите посмотреть, например, там, 1000 резюме в месяц, а если неограниченно хотите посмотреть, это уже не будет 3000 в год, правда? Так вот, к чему я говорю? Вот они платят деньги за то, чтобы, значит, вот генерить поток людей. Они, конечно, не хотят заранее рассказывать, что у них не работа, а у них там какая-то бизнес-оппортюнити, например. Вот такого плана. Я не видел этого на конкретно Dice Monster, там, Career Builder. Но я вам хочу сказать, что у нас есть такие мероприятия, называются Job Fair. И вы можете там поиск сделать у меня на канале. Я несколько раз снимал на Job Fair. Я какие-то статьи писал об этом и так далее. Так вот, Job Fair. Сейчас они маленькие такие, не солидные. Когда-то по 500 компаний собиралось, по 450 компаний там. И там люди ходят, беседуют с этими компаниями, резюме оставляют и так далее. Сейчас они маленькие. Там, может быть, я не знаю, 50 компаний придут на этот Job Fair. Из этих 50 компаний, 5 или 6, или 7, или 8, будут компании сетевого маркетинга. Они будут вам говорить о том, что... Они вам тут же назначат интервью. Они вам скажут, когда приходить, куда приходить. Деталей, значит, не скажут. Они возьмут ваше резюме, скажут, резюме давай. Вы скажете, а что у вас за opportunity? Они говорят, давай-давай резюме, сейчас посмотрим. Смотрят и говорят, да, мы нанимаем инженеров. Нам инженеры нужны. Вот какой ты инженер, вот такой, давай. Короче, вот тебе время, вот туда-сюда ты подходишь. Ты подходишь, там презентация на 30 человек. Из них, может быть, там, я не знаю, 5 человек под что-то подпишутся. Вот они ради этого это делают. Это, безусловно, некоторые манипуляции. И организаторы всех этих Job Fairs и тех, кто держит вот эти Search Engines по поиску работы, они знают это, ну а что делать? Ну это вот как бы бизнес, они им платят за это. Мы однажды тестировали сайт компании, которая за 30 долларов в месяц, подписка стоит 30 долларов в месяц. И они тебе присылают там нон-стоп, значит, приглашение на кастинги. На кастинги. И это из Голливуда, из локальных телевизионных студий, там, откуда хочешь. У нас в Сан-Франциско полно народу есть, которые на выходные там сядут на машину, поедут в Голливуд и вернутся там ночью через два дня. Если там какой-то продюсер интересный или там режиссер там что-то снимает, с удовольствием поедут. Там даже какие-то деньги платят. Иногда бесплатные, иногда платят. Ну, допустим, если вы уже снимались несколько раз, вы можете вполне за съемочный день получить там 500 долларов, например. И они это делают тоже на сайтах, где люди ищут работу. Они не такую работу ищут, ну, абсолютно. Но все равно какой-то сухой остаток от этого есть. Поэтому, значит, присутствует мусор? Ну, да. Ну, конечно, присутствует мусор. А что? Значит, еще раз, проблема не в том, что мусор присутствует. А проблема в том, что надо вычленять сигнал и гасить все остальное. Значит, научиться надо. Это не приходит в один день. Это надо научиться. Но существенно вот что. Есть ли там сигнал? Если сигнала нет или сигнал какой-то слабенький, а все больше мусора вот этот идет, значит, вы не в том месте стоите. Или вы, может быть, думаете, что стоите в правильном месте, а стоите совсем не в правильном. Ну, то есть, вот на этом уровне все происходит. Поэтому, отвечая на вопрос, это что, рынок так работает? Ну, да. В частности, рынок так работает. Но вы тоже, как участник этого рынка, вы можете усилить какие-то процессы, которые вам на руку. И погасить какие-то процессы, которые вам не на руку. И которые вам мешают. Ну, в общем, это такая вещь. Однажды надо научиться. Понимаете, это не то, что нужно всю жизнь. Вот однажды надо научиться водить машину. Однажды надо научиться ездить на велосипеде. А дальше не надо. Дальше ты уже, оно там есть. Значит, однажды надо научиться искать работу. Дальше проще. Каждый следующий раз ты работу, когда ищешь, ты все в более и более и более привилегированной категории. Понимаете, в конце концов, через пару-тройку лет вам вообще смысла нет идти на все эти дайсы, монстры, там, и карьер-билдеры, потому что вы по знакомому уже будете работу находить. Ну, конечно, бывает, в другую страну переехал, в другой город переехал, профессию поменял. Все, что угодно, бывает. Но если вот вне этого, зачем вам вот эти рекрутеры там или что-то? То есть, понятно, что кому-то надо, но это уже такой ограниченный процент. Если вы посмотрите всякие обзоры, опросы, как люди находят работу, ну, вот не новые иммигранты, а, допустим, вот американцы, там существенный процент, чуть ли не 70% находят работу через нетворкинг, через то, что они кого-то знали, их куда-то пригласили и так далее. Поэтому ваша задача как можно скорее вот перебраться в эту категорию, когда вас знают, приглашают и все. И вы будете ходить и с умным видом всем рассказывать, как искать работу, при том, что, в общем-то, может быть, и не будете особо ничего знать, потому что вас и так берут, потому что знают вас лично, там, зовут куда-то, и вы теперь, значит, знатоки и будете давать всем советы. Счастливо!